Всем привет, ребят! С вами Дина Рай и со мной моя сестра Надя. Как всегда, обычно. Да, это наша рубрика Дачная жизнь. Все выпуски смотрите предыдущие обязательно. В общем, мы шли гулять, чтобы снять одно видео для вас. И по пути видели птенца. И решили взять его с собой, потому что у нас в удовольствии очень много кошек. И мы побоялись, что его съедят. Похоже, что его уже цапали, потому что у него есть такие проплешинки с двух сторон на голове. И он вообще какой-то облезлый немножко. Мы думаем, что он выпал из гнезда. В общем, это вероятнее всего. Да. Мы до этого делали из коробки такой небольшой домик. Мы хотели туда поселить ёжика, но так как ёжика мы не нашли, мы просто в доме поселим его в эту коробочку. В общем, мы сейчас будем ему еду, постилочку мягкую. Всё будем добывать, вы всё это увидите. Вероятнее всего. Поехали. Не переживай, даёшь. Я птиц держала, так больно тебе не сделаю. Ты не первая птица, которую я взяла в руки. Да, не первая. Надо его куда-то посадить на дерево, чтобы его кошка не съела. Он, скорее всего, слабый. Надо поискать гнездо, Диан. Попробуй поискать гнездо. Даже если мы найдём, оно высоко. Ну, мы тоже не низкий, знаешь. Типа, оно обычно не стоит. У него всё равно опасно стрелять. Если он выпал, он выпадёт ещё раз. Да. А здесь очень много кошек. Помнишь, мы видели? Угу. Поискли кокотов тут ходят. Его опасно не стрелять. Я думаю, какой-то террор. Вон кошак, вон. Вон, по дороге спокойно идёт кошак. Он же его сожрёт сразу. Всё, он успокоился. Что у него за пропляшины на голове? Его уже ловили. Видишь, его пропляшины? Не, Заёж, я тебя тут не оставлю. Вот и мне. Смотри, вон клён. Может, на клён он свалится. Клён. Да. Да и тем более, хоть ты умеет лазь по деревьям. Не смотри на меня как-то, а. Это светят, зай. Как будто так или иначе, куда-то будет здесь. Надо меня так смотреть. Слушай, тебя больно. Не может. Слушай, тебя больно. Слушай, тебя больно. Слушай, тебя больно. Пошёл куда-то. Кать, я жука поймала. А Гена гулять пошёл. Гена пошёл гулять. Это произошёл. Это тот же самый жук, которого мы не захотели ему давать. Ой, извините. Гена гуляет. Как он и ходит, да, надо поснимать. Он гуляет. Гена прыгает. Прокупрай. Так вот именно. Маму зовёт. Пипец. Почему он когда валялся на траве, не звал никого? Да, зовёт. Точнее, не на траве, а на дороге. Папу повезёт. Пи-ти-ти. А, позови ещё, маму. Да блин, хватит. Что он маму зовёт. Не лезь к Гене. Не зовёт он маму. Не лезь к Гене, люди. Можно, пози-задь. Нельзя. Потому что его вообще не хочется держать. Давай, зайчик, улетай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, теперь мы поняли, чем его кормить. Он любит, похоже, червяков, гусениц. И гусениц, да, и всё. Ну, ещё немножко травку ест. Мы попробовали ему сечел дать комара, он его не стал есть. Мне кажется, он скорее всё равно объелся. Ну да. В общем, мы сейчас пойдём с ним погулять. Пошли. На этом наше видео подошло к концу. Мы решили ухаживать за птенцом и выхаживать его, а потом выпустить. Да. Ну, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и что вы поставите лайк за наше старание. И пожелайте в комментариях удачи птенцу. Не забудьте подписаться на канал, чтобы хотя бы до конца лета мы смогли набрать полторы тысячи подписчиков. Также подписывайтесь на все наши соцсети, ссылочки в описании. И смотрите другие видео и другие выпуски нашей рубрики «Дачная жизнь». На этом всё. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.